Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Демитков Юрий. Последнее время очень часто меня спрашивают прокомментировать тот закон, который пытаются ввести сейчас, о новых категориях инвесторов, которые планируют ввести с нового года. Но я этого не делал, потому что у меня канал очень оптимистичный. Я говорю только о позитивных вещах, о негативных я старался не говорить и стараюсь. Дело в том, что рассматривался законопроект о защите прав инвесторов. По законопроекту Центробанк предлагал выделить три категории инвесторов, особо защищаемые, неквалифицированные и квалифицированные. В особо защищаемые инвесторы попадали практически все новички, у которых на счете меньше, чем 1,4 млн. Это тысяч, однако. И особо защищаемых мы вас защитим, говорит Центробанк. И он предполагал, что особо защищаемым будет ограничен доступ, недоступны будут рискованные инструменты. А рискованные инструменты, по мнению Центробанка, это не только торговля с плечами и не только фьючерсы и опционы, они действительно рискованные. Но и акции всех иностранных компаний, оказывается, попадают в категорию рискованных. А акции российских компаний, как вы понимаете, не являются рискованными, вкладываете только в российскую. Ну, в общем сказать, американские брокеры ликовали, рынок Форекс просто держал кулаки, чтобы приняли этот закон. Но, к счастью, так как мой канал позитивный, я об этом не говорил, вот об этих ужасах. Но вот сейчас я с радостью могу сказать, что все будет хорошо, друзья мои. Буквально вчера, посмотрите, вышла статья о том, что ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян. ЦБ готов отказаться от жестких ограничений на инвестиции россиян без статуса квалифицированных. И оставить им право покупать ряд иностранных акций и увеличить объем рисковых операций. Брокеры планы приветствуют, хотя хотят большего. Ну, понятно. После долгих дискуссий ЦБ пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным операциям в целом. То есть, ну, в общем-то, ограничения снимаются. Последний вариант предполагал, да, не буду говорить об этих ужасах. И ЦБ отказывается от статуса особо защищаемых. Остаются квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Это победа, во-первых. Во-вторых, значит, чтобы перейти в категорию квалифицированных, клиент должен соответствовать одному из трех критерий. Либо распоряжаться средствами на 10 миллионов рублей, сейчас 6 миллионов рублей. Либо иметь утвержденный саморегулируемым организацией квалификационный сертификат. Либо два года опыта работы в финансовых компаниях. Ну, в общем, сейчас уже все немножечко лучше. Объединение квалифицированных и неквалифицированных в одну группу – это логичное решение. В общем, нормально все. Если неквалифицированный инвестор хочет купить инструмент, доступ к которому для него ограничен, он должен пройти тест на знание специфики этого инструмента, заявил Швецов. Ну, в общем, нормально. Важно, чтобы тестирование выявляло, действительно ли клиент понимает, что ему продают. Это тоже правильно. Если вы покупаете какую-то иностранную ценную бумагу, ну, здесь уже… Но даже если инвестор неудачно прошел тест, брокер сможет предоставить ему право последнего слова. Если тот отказался от теста, такого права ему не дадут, разъяснил Швецов. Воспользовавшись этой возможностью, клиент получит доступ к интересующему его инструменту, но его лимит будет ограничен 50 тысячами рублей, сказал первый зампред ЦБ. Если он хочет заключить сделку на большую сумму, то ему придется опять пройти или не пройти тестирование. Продолжил Швецов. Если пройдет, сможет торговать без каких-либо лимитов. Если провалит, опять будет ограничен 50 тысячами рублей. То есть, в принципе, проходишь тестирование небольшое, ну, или большое, и лимиты снимаются. Все шикарно. Насчет иностранных ценных бумаг, это будут иностранные ценные бумаги ликвидные, которые входят в индекс, которые торгуются на иностранных биржах. Ну, это логично, так оно и есть. То есть, друзья мои, кошмар отменяется. Все будет хорошо. Хорошо. Если бы был принят тот закон, я уже подумывал, думаю, ну, что делать, буду рассказывать. Зарегистрируюсь у американского брокера и буду рассказывать, как там на американском фондовом рынке. Сейчас нет, не надо. Дело в том, что все-таки там побольше комиссии и не так выгодно. Вот. Сейчас все остается фактически на прежних местах. Лайк, подписка и до встречи. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.